Всем привет! С вами канал Armormaster. Сегодня у нас рубрика после сборки и рассматривать мы будем немецкий средний полугусеничный тягач sdkfz 6 он же спецмашина номер 6. Производитель данного набора bronco и собрал я эту модель уже где-то года два назад но сейчас я ее решил немножечко оживить почему потому что когда я первоначально покрасил я сделал ее в общем-то без какой-либо тонировки по ходовой части поэтому она смотрелась немножко скучновато сейчас я решил ее немножечко оживить пигментами специальными жидкостями но об этом чуть позже вообще возвращаясь к набору набор фирмы bronco на мой взгляд не просто очень хороший и по сборке и по стыкуемости по комплектации на мой взгляд это вообще лучшая модель полугусеничника которая есть на рынке то есть если вы собираетесь собрать некий абстрактный полугусеничник то на мой взгляд следует обратить внимание именно на различные варианты пяти тонников от bronco почему ну во первых прекрасная стыковка во вторых отличная деталировка в третьих самая богатая комплектация только здесь только в этих полугусеничниках во всяком случае это единственное где я такое видел есть тент причем не просто в собранном виде но даже есть тент в поднятом виде то есть больше нигде кроме древнего итала у однотонника я такого не видел поэтому если сомневаетесь какой полугусеничник брать на мой взгляд надо брать этот плюс тут еще и фототравление в наборе там все что хочешь вот поэтому по сборке никаких особенных проблем не было единственная как бы проблема 2 ну во первых стандартная проблема всех полугусеничников начиная от пятитонного это то что у них образуется щель перед лобовым стеклом на горизонтальной площадке эту щель надо в обязательном порядке шпаклевать иначе она потом обязательно вылезет после окраски и вторая проблема это в общем то то что подобные модели даже непонятно за что браться то есть везде все хрупкое везде все норовит отвалиться то есть этом в процессе тренировки там два раза брызговики переклеивал один раз у меня вообще она упала я поручни все переклеивал очень надо быть очень аккуратным ну и соответственно естественно вывод еще из этого можно сделать такой что модель конечно не для совсем уж новичков потому что ее сложнее собрать чем какой-нибудь там танк или даже обычный автомобиль вот по окраске окраска базовая окраску я ну с всеми остальными цветами основными сделал еще пару лет назад это был стандартный немецкий серый плюс высветление верхней частей сначала из аэрографа потом кисточкой разбавленной серой краской я прошелся по всем выступающим частям выступающим элементом для того чтобы сделать более контрастными причем тренировку я делал маслом из специального немецкого набора от миг вот потом я решил сделать его недавно поинтереснее и прошелся по нему сначала специальными жидкостями от а к интерактив ну честно говоря результат получился довольно спорный поэтому я решил сверху еще густо прибить это все пигментами ну на мой взгляд получилось вполне прилично то есть не совсем так как я ожидал получилось но в общем то нормально на мой взгляд вполне единственное что может быть конечно на гусеницах недостаточно пыли но с другой стороны по идее гусеница на при движении достаточно быстро должна слетать вот в общем то наверное так и все что можно сказать по этой модели еще раз повторюсь модели в процессе сборки в процессе окраски практически постоянно 2 доставляла одно удовольствие единственная под конец была проблема просто было не за что браться в остальном вполне могу рекомендовать это на мой взгляд лучший пол гусеничника всех которые есть на рынке ну а насколько мне удался результат тут уже судить вам поэтому если вам понравилась модель ставьте лайки чтобы быть в курсе новых выпусков подписывайтесь с вами был канал армар мастер всем пока